В Петропавловске из-за порыва водопровода потопило несколько дворов. Они превратились в каток. Вода добралась и до погребов в частных домах. Эту коммунальную аварию устраняют уже сутки, пока еще не во всех многоэтажках восстановили водоснабжение. Причем лопнула труба, которую заменили всего год назад. Если в этом вина подрядчика, сейчас выясняют. Нургуль Ахметова расскажет больше. Вот так вот и живем. Пенсионерам Александру и шерифе Ананьевым прошлой ночью было не до сна. Возле их частного дома прорвало водопровод. Поток ледяной воды хлынул во двор, а после и в погреб. Пришлось экстренно спасать заготовки. Вдвоем они вычерпали больше 50 ведер. Оно просто вот наплывом, вот так вот, во двор. Я вышла как раз только посмотреть, вызвала горводоканал, вышла посмотреть. А сюда-то я не могу зайти, я в ботах была. Вы понимаете? Это было страшно. У нас весь огород все залип. Это безалаберность. Сейчас их двор больше похож на каток. Ходить опасно. У соседей такая же картина, что примечательно прорвало новый водопровод. Его реконструкцию завершили только год назад. В водоснабжающем предприятии отметили работу, скорее всего, выполнили с браком. Характер аварии, получается, лопнул стык. Ремонт окончен в прошлом году, в 21-м. Был заменен участок водовода протяженностью 308 метров, диаметром 800. Этот водопровод находится на балансе ЖКХ. На его ремонт выделяли 87 миллионов тенге из республиканского бюджета. Заказ выполняла фирма из столицы. Вакимать отмечает, претензии к ней были только из-за затянувшихся работ по благоустройству. Если выяснится, что трубу заменили с браком, ущерб и другие сдержки будут возмещать подрядчики. В случае, если выяснится, что работы были проведены некачественно, подрядчик будет возмещать материальный ущерб жителям. Также со стороны Акимата в адрес данной подрядной организации будут проведены претензионные работы. При необходимости будет подано в суд. Из-за коммунального ЧП водоснабжение было отключено в 15 многоэтажках и нескольких соцобъектах. Подачу живительной влаги еще восстановили не везде. К слову, это уже вторая авария на этом водоводе за месяц.